Народ наш очень мистический, у нас очень интересные сказки, сказания. Вот именно по этим легендам, сказаниям была сделана вот эта композиция. Валентина Петухова говорит, главное в этом деле – вдохновение. С деревами берестой она работает вот уже 20 лет. В ее работах почти всегда традиционные коми-пермятские орнаменты. Одна из ее композиций представлена на выставке в Драматическом театре в Кудымкаре, организованной к юбилею округа. Очень много гостей, очень много, сразу же и в центре у нас очень много гостей посетило нас. И выставку мы разворачивали, несколько выставок в разных учреждениях разворачивали. И были конкурсы для детей, которые посвящены этому празднику. Коми-пермятский округ был образован в 1925 году. Это был первый национальный округ. В 2005 году он вошел в состав Пермского края. Так что в этом году коми-пермяки празднуют сразу два юбилея. Торжество проходит в национальном театре. Сюда, в Кудымкарский драматический театр, на праздник пришли сотни человек. Это передовики производства, ветераны, представители власти и, конечно же, почетные жители. Для всех был организован театрализованный концерт. Лучших коми-пермяков отметили наградами. Самую престижную получила Татьяна Меркушева. Губернатор Виктор Басаргином вручил ей благодарность президента Российской Федерации. Татьяна уже 37 лет работает в школе учителем географии. За плечами 7 выпусков. Конечно, это было неожиданностью, потому что как-то работаешь взамен не требуя награды. Я, конечно, очень рада и очень благодарна. Губернатор края Виктор Басаргин отметил, в округе за последнее время появилось множество социально значимых объектов. Детские сады, школы, учительские дома. В этом году эта работа будет продолжена. Одну из главных задач губернатор назвал «привлечение инвесторов». Сегодня очень важно, чтобы в округ пошли инвестиции. То есть надо, чтобы были рабочие места, появлялись предприятия, производства, которые могли бы здесь, во-первых, поддержать население, во-вторых, чтобы люди имели достойную заработную плату, но, в-третьих, чтобы округ был привлекателен для молодежи. Поэтому наша задача сегодня, конечно, постараться провести диверсификацию экономики здесь, постараться разместить новое производство. За 10 лет в составе Пермского края в округе уже произошло множество изменений. Повысился уровень жизни. Почти в пять раз выросла средняя заработная плата. А край благодаря округу получил всемирно известный бренд «Пермский звериный стиль». Андрей Голдрев, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».